Добрый день, уважаемые президиумы, коллеги. Сегодня нам хотелось бы рассказать о методе лечения метастатических образований в легких и плебрах у детей с солидными опухолями костей. Метастазоктомия является частью стандартного лечения у взрослых, однако в практике врача-клинициста, который работает с детскими опухолями, она малоизучена. Первые сведения о метастазоктомии были еще в середине прошлого века, однако только в 1961 году Ричардсон и коллеги опубликовали данные о лечении 35 пациентов, которым они выполнили метастазоктомию, и 8 из них пережили 5-летний рубеж. До 1970 года существовало поверье, что никто не живет с стагенной саркомой более 5 лет. Первое большое ретроспективное исследование по заболеваниям костей и метастазоктомии было опубликовано в 2005 году в Бриколе. Это исследование проводилось с 1980 года по 2001. На 94 пациентах было выполнено 127 метастазоктомии. И это исследование показало, что общая выживаемость составила 45%. Первая изолированная химиоперфузия легких была проведена также в середине прошлого века Гричи на семи взрослых пациентов с карциномой легкой. Далее методика совершенствовалась, дополнялась, показывала высоковоспроизводимость, безопасность. Что же такое изолированная химиоперфузия легкого и плевра? Это хирургическая процедура, в процессе которой происходит доставка высоких доз противоопухолевого препарата в легкую и плевру при его минимальной концентрации. Но осталась главная проблема, как улучшить локальное цитостатическое действие на легкое. И в 2007 году Линда Аштюн предложила дополнительно в оксигенат выполнять гипероксию. И доказала, что образовавшиеся активные формы кислорода действительно влияют на опухолевую клетку, разрушают ее. Методика изолированной химиоперфузии легких и плевра была введена в нашем центре в 2007 году Евгением Владимировичем Левченко. В 2008 году был пролечен первый пациент-ребенок. В нашу группу вошло 30 пациентов. Преобладала остогенная саркома более 67%, на втором месте саркома Юинга. В 30 пациентах мы выполнили 45 химиоперфузий легкого и плевральных полостей. 27 пациентов получили 36 химиоперфузий легкого и 7 пациентов получили 9 химиоперфузий плевральных полостей. Однако 9 еще пациентов была выполнена билатеральная перфузия с интервалом от 1,5 до 30 месяцев. В нашей когорте преобладали мальчики от 15 до 18 лет. Поражение синхронно-метахронно было приблизительно одинаково. Преобладало двустороннее поражение легких 77%, и дети преимущественно поступали со второй и четвертой стадии. Количество пораженных очагов в легких по данным КТ и интероперационно было приблизительно одинаково. 90 и 77% соответственно. Однако количество найденных очагов интероперационно всегда превышало количество найденных по данным компьютерной томограммы. И размеры метастазов до 3 см в наибольшем измерении. Как же проводился сам метод? После метастазоэктомии и ревизии полностью легкого хочется отметить, что иногда метастазоэктомия у нас сочеталась с лобэктомией у ребенка, с резекцией перикарты, с бронхопластикой и с анатомической резекцией с 1, 2 и 3. Было 4 пациента с плевроэктомией и 4 с фотодинамической терапией. Далее выполняется срочное интероперационно-гистологическое и цитологическое исследование. И только при подтверждении наличия злокачественных клеток решается вопрос о выполнении химии перфузии легких или плевральной полости. Далее выполняется медиастенатомия, выделение и временное пережатие на время перфузии доступных бронхиальных сосудов. Выделение устьев легочной артерии и обеих легочных вен. И внутривенно системно наводился гепарин из расчета 100 единиц на килограмм. Было выполнялось также перешатие легочных сосудов при помощи зажимов и установки конюн. На данном рисунке вы видите, что необходимо для перфузии. Это мембранный оксигенатор, теплообменник, центрифужный насос, две магистрали поливинилхлоридные, это 8 и 6 франчей. Проводилась изолированная перфузия легких раствором мелфолана или цисплотина в течение 30 минут при температуре 37 градусов. В качестве перфузионной среды используются физиологические растворы натрия хлорида. Далее выполняется отмывание перфузируемого легкого цитостатика, ушивание мест конюлизации сосудов, контроль гемостаза и включение легкого в кровообращение. Также для нейтрализации гепарина вводится протамин сульсопат. Что касается непосредственных результатов, то летальных исходов во время операции в постоперационном периоде у нас не было. Средняя длительность хирургических вмешательств составила 270 минут, а количество удаленных очагов в среднее значение было 9. И среднее количество кровепотери 300 мл. Мы провели 37 химиоперфузии с платиной и 80 мл. фаланов. Из осложнений, которые следует отметить, это у трех пациентов мы наблюдали отек легкого с дыхательной недостаточностью второй степени. И у шести пациентов после препарата платина была выявлена пневмония. Все осложнения были купированы консервативно. Средний период наблюдения за пациентами составил 45 месяцев. Медиана общей выживаемости 38 месяцев, а трехлетняя общая выживаемость составила 65%. Средний период до прогрессирования составил 24 месяца. Медиана до прогрессирования 21 месяц. Выживаемость без прогрессирования 40%. Далее хочется отметить клинический случай на примере нашей пациентки 13 лет. В 2005 году ей был поставлен диагноз астагенная саркома проксиамальному эпиметодиафиза правой большеберцовой кости. Она получала неодевантную химиотерапию. Далее у нее был оперативный этап лечения с установки эндопротеза коленного сустава. Далее у нее было инфекционное поражение, удаление эндопротеза, установка спейсера. Вот так вот в 2008 году у нее выглядел местный рецидив заболевания. И там же в мае случилось метастатическое поражение легких. Вот здесь вы видите количество очагов. Естественно, ей выполнили экзортикуляцию правой нижней конечности. И далее она продолжила получать химиотерапию. И в 2009 году ей выполнили первую торакотомию справа, изолированную перфузию легкого с препаратом платина. И метастазокотомию 42 очага. И удалили. Далее она получала химиотерапию второй линии. Выполнили торакотомию слева, также с платиной 100 мг. И было удалено 28 очагов метастатических очагов из легкого. Далее она продолжила получать химиотерапию. была переведена на третью линию монохимиотерапии фосфамида за счет прогрессирования в нижней легочной связке метастатического очага. И поэтому выполнена была ретро-котомия справа, удаление метастатического очага из нижней легочной связки. И через 78 месяцев после химиоперфузии правого легкого и 75 месяцев после химиоперфузии левого легкого признаков прогрессирования нет. Хочется отметить, что сейчас пациентке 25 лет и она жива. В заключении хочется сказать, что нормотермическая химиоперфузия легких и плевральной полости с мемфоланом или цисплосином является безопасной процедурой, хорошо переносимой, воспроизводимой, но только в высоко специализированном стационаре. Химиоперфузия легких и плеврацитостатиком является локальным методом лечения и может рассматриваться как возможный компонент комплексной терапии с изолированным эстетическим поражением легких способны улучшить качество, увеличивать продолжительность жизни, особенно при исчерпанной возможности других методов терапии. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...